Альянс Renault-Nissan Mitsubishi представил новую стратегию работы на мировом рынке. Её презентовал председатель операционного совета Жан-Доминик Сенар. Отныне члены Альянса разделят регионы влияния, то есть каждый бренд сосредоточится только на тех рынках, где имеет наиболее сильные позиции. При этом полностью покидать непрофильные для себя рынки бренды не планируют, а вот разработка новых моделей будет вестись по куда более жёстким правилам. Теперь одна компания сможет разрабатывать один автомобиль, а остальные делать его клоны. В итоге к 2025 году затраты на разработку новинок удастся сократить на 40%. Это вполне реализуемо, так как марки не будут распыляться не только на создание моделей конкурентов, но и на перспективные разработки. А теперь чуть больше конкретики. Рено возьмёт под крыло Европу, Южную Америку и Северную Африку. Из технологий будущего французам достались электроника, а также компактные машины на электротяге. Ниссан будет отвечать за Японию, Северную Америку и Китай. В плане перспективных направлений за этим брендом закрепят беспилотники и электромобили. Митсубиши подчинятся странам Юго-Восточной Азии, Австралия и Новая Зеландия. В плане исследований японцам поручены лишь работы по гибридным технологиям. Что касается конкретно России, то нашей материнской маркой станет Рено. При этом нам, видимо, стоит ждать сокращения модельных рядов со стороны Ниссана и Митсубиши. А поскольку в группу Рено входит и АвтоВАЗ, то судьба будущих автомобилей «Лада» вполне очевидна. Оргкомитет международного ралли «Шёлковый путь» принял решение перенести юбилейное 10-е издание гонки. Причиной стала эпидемия коронавируса. Напомним, с 2016 года «Шёлковый путь» стал трансконтинентальным марафоном. Тогда трасса была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина. В этом году планировалось, что юбилейная серия изменит маршрут. Караван ралли-рейда хотели отправить по центральной части России, так как Китай уже был закрыт. В итоге, от сокращенного варианта гонки, трассой которого хотели соединить Москву и Казань, тоже пришлось отказаться. Теперь организаторы займутся маршрутом следующего года.